Антуан де Сент-Экзюпери Манон Танцовщица Сигаретный дым душит. Беготня официантов неотступно стучит в висках. Спешат от января к январю. Бармен уставился в одну точку, с трудом ворочает мозгами, а ты танцуй. Хочешь с томным? Каждое движение обволакивает женщин, танцует и словно прилипает к сердцу. Хочешь с грузным? Этот меряет каждую взглядом, как перекупщик. И пей шампанское. Без шампанского праздник не в праздник. Как автобус без гирлянд, без флажков. Какая гадость. Мимо спешит официант в белом пиджаке. Полотенце на шее вместо шарфа. Концом смахивает крошки со скатерти у нее перед носом и шепчет. Вон тот толстяк спросил, как тебя зовут. Банкир. Подойти или нет? Лучше подкрасить губы. Она часто выходит в комнату для дам. Болтается служительницей. Жалуется. Надоело до смерти. Становится легче. Там оазис спокойствия. Собеседница вяжет себе и вяжет. Как за кулисами, верно? Можно расслабиться. Те, что постарше, за сценой сразу дурнеют. Видна обвисшая грудь, жирные бедра. Ободряют друг друга. Держись, старушка. И снова на публику. Шествуют по залу с надменным видом, скрывая изношенность и усталость. Вернулась к столику. Саксофонист подмигивает. Типчик-то ждет тебя. Чуть не расплакала из досады. Широко распахнулась дверь. На пороге Сюзанна. Сияет. Неудивительно. Она в новом манто. Привет, Манон. Привет. Горцуешь, как всегда. Скажешь тоже. Сюзанна окидывает зал хозяйским взглядом. Освоилась. Это поначалу маешься, а потом? Да ладно. Каждый живет как может. Присяду? Не стоит, Сюзанна. Хочется побыть одной. Ждешь кого-то? Нет. Хочу посидеть одна. Ты в себе? Что тут скажешь? Объяснение не под силу маленькой девочки. Здесь охотно изливают душу, но жалостные признания остаются монологами и растворяются в пустоте. Сюзанна. Что? Не уходи. Сюзанна мягко опускается на стул и царственно оглядывает окружающих. Она в центре внимания. Да забудь ты о мужиках, Сюзанна. Давай лучше поговорим. Сюзанна рассеянно берет ее за руку. Сюзанна, посмотри на меня. Пожалуйста, скажи, какого мужчину ты хочешь встретить? Брюнета. Ты меня не поняла. Мне нужно, чтобы он хотел не того, что все вокруг. Они все сначала вежливые, говорят комплименты, а потом, потом молчат, думают только о себе и своей выгоде. И так всегда. А настоящий поведет меня куда-нибудь, будет внимательно слушать и ничего не потребует. Понимаешь? Сюзанна кивает и небрежно поправляет пушистую лису. Она чувствует, что мужчину на нее смотрят. Множество мужчин. И улыбается. Заученно. Для них. Да чего фальшивая улыбка. Подумать только. Ведь и я тоже так улыбаюсь. Сюзанна не слушает, но соглашается. Конечно, конечно. Вот и поговорили по душам. Манон подпирает кулачками щеки. Манон. Имя манит, как красный шарф. Скажите, официант, как зовут ту крошку в красном? Манон. Мужчинам нравится ее имя. Манон. Как приятно. Я ухожу, Сюзанна. Сюзанна не трогается с места. Кокетливо поправляет лису. Она занята. Счастлива, подруга. Пока. Прыщавая вышибала, наклонился к Манон, открывая ей дверь. Сегодня ты не того, а бываешь даже очень. И ущипнул ее за руку. Она вскипела, потом успокоилась. Смешно кричать скверному мальчишке. Да как ты смеешь? Дурак. Корчит из себя важную птицу, раз умеет отличить владельца испанасюизы от гостя, приехавшего на такси. Первый для него человек, а прочих он судит по качеству ботинок. И такой вот сопляк посмел ее ущипнуть. Да чего же все опротивило. Будто ходишь в засаленном платье. А ведь и есть на свете чистые девушки. Она представила себе такую. Невинная девчушка в простеньком платьице. Никто ее не щиплет. Вечером ложится в свою постель. Спит себе, как кошечка, в тепле и покое. А утром встает выспавшееся свежее. Да, для Манон такая жизнь небывалая роскошь. Она вышла на улицу. Ночной холод, будто освежающий душ. Стоит закрыть за собой дверь кабаре, сразу чувствуешь облегчение. Хотя и обманчивое. Всем красоткам знакомо это ощущение. Там вино, самодовольные кавалеры с вонючими сигарами. А здесь кроткие глаза звезд. Грустишь и думаешь, что стало чище. Небо светлое. Свет холодный, кристальный. От дуговых ламп он розоватый. Не такой, как на окраине. Там газ. А здесь розовый свет и дамы в мехах. Она-то сейчас нырнет в узенькую улочку, мощеную выщербленными плитами, по которым так неудобно и больно шагать на высоких каблуках. Они с улочкой добрые знакомые. Улочка-брод в бурной реке. Моя улочка. Как же здесь тихо. Ни единого фонаря. Небо такое высокое. Лунный свет под ногами, будто белый снег. Она думает, моя улица, моя келья. Кошки крадутся по узкой улице. Теплые шерстяные клубки. Их так приятно гладить. Она тихонько шепчет. Конечно, что тут поделаешь. Мужчины знают, какая я. Вот и не стесняются. Тоска и отчаяние возвышают ее в собственных глазах. Я в их власти, игрушка. Она сжимает крошечный кулачок и повторяет снова и снова, как заклинание. А он меня будет уважать. Мечтая, она медленно поднимается к площади бланш. Уличная толпа течет мимо, не задевая ее. Его томила тоска. Глаза отмечали ущерб, неисправности. Он всегда испытующе оглядывал все вокруг. Будто усталостью и унынием делились с ним вещи. Вот обернулся назад. Словно сейчас поймает грозящую сзади опасность. Но нет, вокруг все так же тихо и мирно. Он сидит, погрузившись в глубокое кресло, стоящее перед тяжелым массивным столом. Словно крепко укоренен в этом мире. Словно удобно устроился в нем. «Да чего же тихо!» Отметил он вновь про себя. В мыслях безнадежность потерпевшего крушения, а тело покоится в удобном кресле. Он привстал. Груз сорока лет показался ему тяжким. Оглядел свои руки, что оперлись на стол. Праздные руки. И уже покрылись морщинками. Подумал, хорошо бы чем-то заняться, поработать. Представил себе. Локти крепко упираются в письменный стол. Книга раскрыта. Мир перестал существовать. Но мечтал он. Не о работе. А прибежище, которое каждому дает. Работа. Пробили часы на стене. Шаги вторглись событиям. Но шаги-то привычные. Вошла прислуга. Открыла ставни. Задела стул. Один раз второй. Он мучился ожиданием. Но ждать было решительно нечего. Решил пройтись. В самом деле, лето. Асфальт пышет жаром. Спят собаки. Вдоль реки. В тяжелой, маслянисто-поблескивающей воде. Чуть покачиваются парусники. Мир вращался по инерции, как заводской станок. Когда мастер присел отдохнуть. Я страдаю, думал он. И не чувствую, что страдаю. А вы что тут делаете, милая барышня? Манон, опершись на парапет, наслаждалась утром, как наслаждалась бы дивным, неведомым садом. Обычно в этот час она спала и видела сны, освободившись от тела. Но сегодня прогуливала неожиданную гостью, бессонницу. Как изумила ее утренняя налаженная жизнь. Парусники, их размеренное движение по воде. И этот мужчина, такой серьезный. Плечи всегда говорят о мужчине правду. Говорят, он устал или, например, тщеславен до крайности. Порой свидетельствуют о непосильной тяжести. Как знакома ей тяжесть мужчины. А плечи этого незнакомца. Незнакомец смотрит на нее рассеянно. Он пытается оживить воспоминания. Что за странный день. Былое нахлынуло и отступило. Верные дружбы, страстные влюбленности, могучие усилия показались вдруг чуть заметной рябью и ничего больше не значили. Неужели это и была его жизнь? Милое забавное существо привлекло его внимание. Рядом с ним ему стало легче. Он снова почувствовал себя самим собой. Усталым охотником, что ласково треплет за уши собаку. Приятно ее приласкать. Так что вы тут делаете, милая барышня? Они все начинают разговор одинаково. С пустых глупых фраз. Но этот может и впрямь обращается к ней. Он смотрит ей прямо в лицо. Он ее не оглядывает. И потом он неведомой породы. Утренней. Должно быть более благородной. Я прогуливаюсь, как он. А он говорит с такой же, как он сам прохожий. Вот в чем разница. Я мечтаю. О чем же, милая барышня? Она внутренне съежилась. Все мужчины заняты одним и тем же. Почему им так хочется в нас проникнуть? И добро бы в сердце. А насытившись, они не хотят ничего больше знать. Мужчина разомкнул объятия, лежит на спине и молчит. Недоступный, как горная вершина. О чем же, девочка? Нет, в самом деле, похоже на нежность. А мы на нее так податливы. И признание нас так красит. Жизнь безрадостна и обыденна, но... Рассказывая о себе, мы дарим себе прошлое, которого достойны. Дарим себе сказку. Они вместе завтракали, вместе ужинали. Официант подал кофе. И теперь она смотрела на мужчину. Обычно именно в это время мужчины становятся рассеянными. Низко опускают голову. Желание пробуждается в них томлением, безрадостным, будто ермо. Успокаивает их только уверенность в неизбежности обладания. Ну что ж, домой? Она улыбнулась, не без тревоги и не без нежности. Он отворил дверь и пропустил ее вперед. Она сделала первый шаг в неведомое. Спальня всегда ловушка. Села у изножьей кровати. Отворот простыни, будто свежий надрез ослепительной белизны. Мужчина ласково взял ее за плечо. Дай мне привыкнуть. Она немного задыхалась. Он сказал глухо. Любовь моя. Слова ее потрясли. В комнате полный книг с тяжелой и такой устойчивой мебелью, что кажется, будто ты в корабельной каюте. И они обрели весомость. Портрет, может быть, жены. Давний могло миновать и 20 лет. Комната приготовлена к долгому странствию. Целый мир. Это тебе не гостиничный номер. В нем не до странствий. В нем и дух перевести не успеваешь. И не холостяцкая квартирка. В них все на ходу. Там не хранят воспоминаний. А в этой комнате она показалась себе жалкой, потрепанной вещицей. Не надо было ему так говорить. Любовь моя. Я ваша любовь? Хороша любовь. Да вы не знаете, кто я такая? Глаза спросили. Кто? Третья разрядная танцовщица. Понимаете? Понятное дело, жить одними танцами невозможно. Ей стало так неловко. Бедняжка. Пробормотал он и рассеянно погладил ее по голове. Она догадывалась, что он ее не слышит. Не заметил ее признания. Еще полчаса назад оно бы развело их или наоборот сблизило. А теперь? Теперь и для него она только вещь, как для всех остальных. Неужели? Она сказала с тоской. Я служу мужчинам. Он обнял ее и стал боюкать. Если бы просто боюкал долго-долго. Он подарил ей день отдыха. Разговаривал с ней по-дружески. А она, вся внимание, столько узнала нового. Если бы так все осталось. Отважившись, она бы излива проговорила. Я мечтаю о друге. У меня был друг. Когда мне становилось грустно, я говорила ему. И он... Он поцеловал ее. Только не в губы. Почему, детка? В щеку. Так ласковее. Она прижалась головой к его плечу. А его донимает тоска. Мучает. Гнетет с утра, как проснулся. Ему необходимо забыться. В объятиях сгорает все. Укора, желание. После объятий ничего нет. Между тем, она раздевается, обнажилось плечо, лучик света. Он приник к нему. Тепло. Жизнь. Маленький прирученный зверек. Он повторяет это навязчиво, упорно. А ее охватывает безнадежность. Мужчины, они не в себе. Этот тоже. Хотя так мягок, странно бережен. И говорит туманными фразами, обрывая себя на полусловие. Ох уж эти мужчины. Невозможно понять, на что они смотрят, чего хотят. Знают или не знают, что лицо их вдруг искажается болью, радостью, а иной раз ненавистью. Не догадаешься, какая мечта их томит. И можно ли им помочь? Они не в себе. Мужчины. Она боязливо повторяет. Стоит ли? Останемся лучше друзьями. Ей так хочется сберечь ненадежный покой. Вы подарили мне такой необыкновенный день. Она нежно гладит мужчину по щеке, надеясь своей нежностью возвести между ними преграду. Но он говорит шепотом. Дай мне то, чего я так хочу. Дай. Она ломает пальцы. Знаете, но ведь это моя профессия. Представьте себе, вы метельщик, метете, метете день за днем. И, наконец, наступает выходной. Вы приходите к другу. Вы счастливы. А друг говорит. Слушай, вот тебе метла. Развлекись. У нее на глазах слезы, а он совсем тихо, глухим голосом. Ты не представляешь себе, как мне плохо. Дай мне то, чего я хочу. Она скрестила на груди руки. Маленький зверек, бессмысленная жертва, почти невинная. Меня создали утешать мужчин и не позволяют забыть об этом. Она покорится, апатично, безвольно. Горькое гримасовое дострадание. Глаза закроются, откроются. Она снова увидит спальню и добротную большую кровать, предназначенную для многолетних плодовитых союзов, для жизненно значимых часов. Такая кровать могла бы ее возвеличить, очистить. Я жалкая горсточка грязи. Я, я. Она и не грустит больше. Жизнь есть жизнь. Пунцовые занавеси с преувеличенной торжественностью возвестили о рождении нового дня, а день оказался пасмурным. Ему все опротивило. Низкое серое небо и на нем вороны, будто гарь на пепелище. Мужчина объел взглядом спальню. Безликий свет выделял один предмет за другим. Каждый напоминал о чем-то, предлагая снова взвалить на себя нелегкий груз воспоминаний. На столе шляпа, платье на стуле и там же скомканная нижняя рубашка. Жалкие тряпки привлекли взгляд мужчины. Лихорадка возбуждения миновала, беспорядок вызвал недоумение. Жизнь ушла. Перед глазами скудный итог. Он подумал, хозяева кабаре выметают сейчас за порог обрывки голубого серпантина. Обломки розовых вееров. Ночную радость. От его вчерашней радости остались вот это платье и смятая рубашка. Он оделся, застегнулся на все пуговицы. Ощутил, как далеки сегодня все условности. Ему и любезность ни к чему. Можно смотреть в окно. Она проснулась, но не открыла глаз. Разве забудешь, какое одиночество тебя ожидает? Мужчина поутру на противоположном берегу пропасти. Еще больше. Она боялась нежности. Мужчина не отличает нежности от желания. Ты никогда не бываешь в безопасности. Если вас обнимают, прижимают к себе, в вас чувствует женщина. Вот почему лучше молчать, подставить на ходу щеку, отказаться от надежды на дружбу, от стольких иллюзий. Тебе не родиться поутру заново. Прошлая жизнь облепила тебя влажной простыней. Он и она подвели итог. Каждый по-своему. Он сидел, ждал, неизвестно почему, вспоминая о давней любовной встрече в глухой провинции. Он тогда впервые, не испытав никакой плотской радости, узнал любовь женщины. Она была профессионалкой. И добраться до ее ноготы было невозможно. Она разучилась обнажаться. Привычка и скука заковали ее в броню. Он явственно увидел красный шершавый плед. Она и его не удосужилась снять. Не обнажила и белизну простыней. И еще он подумал. Мне сорок. Сорок. Мне сорок лет. Резко обернулся. Ты меня ненавидишь. Оно и понятно. Я старый. Манон привстала. Она поняла, какой он. Он из тех, кто не дружит с жизнью. Кто заказывает шампанское, пригубливает и говорит. Пить мне тоже не хочется. Она уже таких встречала. Не поймешь, чем они занимаются. Деньги тратят без удовольствия. Однажды такого как раз и арестовали. Вечером. В баре. Два полицейских инспектора. Он зажался, стиснул зубы. Молчит. А она. Я, господин инспектор, уважаемая женщина, танцовщица с улицы Бланш? И осталось сидеть перед полной рюмкой. Но уже одна его увели. А приятели вокруг смеялись. Не повезло, Манон. Хозяин провожал полицию до дверей. Бывает. Бывает. Что вы хотите, месье? Уж на что я человек разборчивый, но всех клиентов все равно не узнаешь. И сразу поползли слухи. Спекуляция, контрабанда. Ясное дело, иностранец. Она спокойно допила свою рюмку. Хотя хозяин косо на нее поглядывал. Идиот. Я-то тут ни при чем. Может, у тебя какая неудача? У одних не бывает неудач. На других они накладывают отпечаток. Сразу его не заметишь. Но в любви. Неудачники, наверное, не такие расчетливые. Но ты им тоже не нужна. Что же им нужно? Какая все это гадость? Мутит от омерзения. Подошла к зеркалу. Посмотреть, что еще повредилось со вчерашнего дня. Спала, подложив кулачок. И вот, пожалуйста. Пятно на виске. Морщины возле губ стали резче. Уродина. Достала из сумочки помаду, пудру. Привела в порядок волосы, причесалась, накрасила губы, попудрилась. Розовое платье с декольте выглядит сейчас так неуместно. Она надела пальто, застегнулась. Так-то лучше. Вот теперь она упакована. Коробка с конфетами. Сбоку бантик. И всегда, всегда одно и то же. Этой ночью она сожалела о своем кабаре. Вышибала у дверей, в конце концов, друг, к тому же, услужлив. Бармен всегда что-нибудь посоветует. А служительница в дамской комнате? Просто мать родная. Оркестр за ширмой притягивает, как толпа или море. И свет яркий-яркий. Каждый, как на ладони. Она появляется, когда звучит последняя нота. Саксофонист улыбается ей, выдувая си бемоль. Она приветственно машет рукой и садится. Наступил антракт. Публика устала. Каждый углубился в себя, закрылся, замкнулся. Погружен в послевкусие. Не веселое ощущение, когда ты противен даже самому себе. Тот, кто валял в зале дурака, примолк, сник, выдохся. На него еще смотрят, но он, в смущении, пробирается бочком к своему столу. Женщин тошнит от вкрадчивых жигала, словно от приторных сладостей. Но и солидные тучные любовники их не радуют. Женщины смотрят перед собой, подперев ладонью щеку. Мужчины расправляют плечи, выпячивают грудь под белым картоном манишек. Курят, изображая довольство, предчувствуя горькую минуту несогласия, когда женщина не потерпит ни слова, ни прикосновения. Один посетитель отважился и положил руку на обнаженное плечо своей спутницы. Она отпрянула. «Оставьте меня!» Он улыбнулся, пропустил сквозь пальцы бахрому скатерти, с беспокойным недоумением покосился на женщину. «Еще дуется! Не сто же лет она будет дуться!» «А не уйти ли нам отсюда?» «Как вы смеете мне дерзить?» Он открывает рот и тут же закрывает, ищет слов, которые не задели бы ее и не находят. Что поделаешь, женщина, думает он, и это туманное объяснение его успокаивает. Он чувствует, что логичен здесь он один и силен тоже. Похоже, все ждут какого-то тайного знака. Бармен, утомленный собственным глубокомыслием, зевает. «Оставь меня в покое! Не мешай думать!» Говорят приятелям девушки. В них вспыхнуло возмущение. Они корят себя за молчание, за сдержанность, которые помешали им быть самими собой. Винят дружков. Те не захотели узнать, каковы они на самом деле. Не приняли их целиком. Помешали высказать себя. Повели себя как зрители, отняв возможность чувствовать себя свободно. «Уж он-то тебя знает!» Иронически скривил губы, и порыв угас. Потребовал. «Хватит ломаться!» И приходится снова ломать комедию. «Как ему скажешь?» «Ты не знаешь меня?» Ведь яснее и ясного, что он не поверит. Тело оберегает сердце. Надежнее стыда. А ты с ним была голой. Гложит чувство несправедливости. Вкладываешь его в одно единственное слово. Эгоист и дружок в обиде. Но почему? Почему же рядом с ним ты всегда испытываешь одно и то же и ведешь себя одинаково? Тебя сковал его знание о тебе. Ты ненавидишь его, как кандалы. Девушек томят смутные мечты о незнакомце, что однажды явится и освободит их. Они мечтают. Он. Он. Они верят в силу настоящей любви. Но ищут они неискушенного зрителя, желая предстать перед ним в новом образе. Ему они скажут. «Вот ты. Ты. Меня понимаешь». И предадутся чувствительным излияниям, которые сейчас под запретом. Незнакомцу можно признаться. Я пережила большую любовь и безутешно. Предаться воспоминаниям. Они так красят. От них так влажно блестят глаза. И внезапно умилиться слушателям. До чего же внимателен и серьезен. И как я хороша в его представлении. Я такой еще не была. Можно грустить. Грустить и ощущать проснувшиеся желания. Я хотела бы жить в Норвегии. Да-да, милый. Из волшебных северных сказок. Жить в Норвегии, заниматься душой. А этот знает все недостатки, слабости, ухищрения. И ты прикована к ним раз и навсегда. Какая каторга. Девушка замкнулась в себе и мечтает. А мужчина следит за смешной зверушкой. Осторожно прикасается указательным пальцем к шее. Пытается понять. Не надоело ли нам капризничать? Смотрит на часы, курит, расправляет плечи. Не понимая, что происходит. А Манон, она умница. Ждет, пока вновь заиграет оркестр. Ведь музыка, шум, шампанское – это то, что я и люблю. Только это я и люблю. Служительница говорит, что наконец-то видит разумную девушку. Знаешь, Сюзанна, когда ты с мужчиной, труднее всего остаться веселой. Скажешь, что же, отзывается Сюзанна. Когда грустишь, им даже интереснее. Но быть веселой веселее, настаивает Манон. Мысль не совсем ясна, но Сюзанна с ней согласна. Они снова пьют обжигающий кофе в очередном ночном бестро. Короткая остановка, и они продолжат свой путь. Официант маячит маятником от одного конца стойки к другому. Который час? Пять утра. Официант наполняет чашки с молниеносной скоростью. Хоп! Черная струя кофе перекрыта. Забирайте. Который час? По-прежнему пять утра. Сюзанна уточняет. Пять часов и одна минута. Манон трет глаза, зевает. Кофе обжигает губы. И хорошо. А иначе как узнаешь, что еще жива? Ночь кончилась, но ее отголоски пока не умолкли. Так, вернувшись из путешествия, долго слышишь мерный стук колес. Два красавца-аргентинца мечтательно поглядывают по сторонам. Они безобидны, не притянут тебя взглядом. Инженеры, знаешь, да? У них есть профессия. Значит, твердо стоят на ногах. Они тоже зевают и подтягиваются. Не так-то легко высвободится и стенет ночи. Который час? Да утро уже. В просвете между домами показывается солнце. От ночи у прохожих остались только длинные тени. Продавцы газет объявляют новое число звонка, будто возвещают о начале нового царствования. Свежие газеты пачкаются, прохожие снимают перчатки. У жизни запах теплых рогаликов и свежих простынь, которые ждут полуношников. Как мягко мы перекочевали в утро. Пока, подружка. Счастливо тебе. Счастливо. Улица прозрачна. Свет переполняет ее, как вода канал. Первые трамваи дребезгом и лязгом будет город. К площади пигаль, к площади клеши поднимаются танцоры, поднимаются женщины. Им зябко. И зябкий свой инструмент они прячут, будто футляры в пальто. Люди шагают, переговариваются. Светил утренний шум. Меха, бальные платья, рассвечивают толпу красочными пятнами. Стая перелетных птиц снялась с места, а утренний холодок пощипывает щеки. Манон вернулась к себе в свою голубятню. Растворила ставни. Столица опритворилась деревней. Вставшее солнце осветило только одну колокольню, самую простенькую, оставив в тени все дворцы, все каменные украшения. Солнце обозначило один громоотвод, твою защиту. Один флюгер, который сообщит о ветре. Оно позволило лишь одной птице прилететь в город. Что случилось? Почему я так счастлива? Мужчины, она не делает между ними различий. Хотя среди них встречаются филантропы, и они были бы разочарованы. Ведь их сочувствие, щедрый и благородный дар, нужно заслужить безысходным страданием. Но на мужчинах свет не сошелся. Ни на их пороках, ни на их добродетелях. Бескорыстны, нерасчетливы, тем хуже для вас. У окна всего-навсего девчонка. Она протерла глаза и почувствовала, как же хорошо жить. Почему? Да потому что сердце время от времени расцветает. Девчонка шепчет сама себе. Живем, старушка? Рядом юный мальчик, а тебе грустно. Почему? В мальчика нельзя влюбиться. В лучшем случае он вроде младшего брата. Молодые они еще ничто. Пустое место. Манон. У него ребячий рот, красивые веки. У мужчин они уже дряблые. Манон, я впервые, милый мой малыш. Да чего юнцы восторженные. Обнимают, целуют, благодарят. Им кажется, что они и тебя порадовали. Ты их не разубеждаешь. Они так неуклюжи. Ты учишь. Женщины, существа хрупкие. С нами нужно обращаться нежно. Наука пойдет впрок. Они будут нежны и с теми, кого полюбят. Манон, тебе грустно? Да, она грустит. Его изумляет, что нагота может умиротворять, успокаивать. Лицо, шея, грудь, бедра – это же все едино. Одна и та же плоть. Ты прекрасна, Манон. Он выбирает самое ласковое, самое красивое слово. Его переполняют смутные образы, какие обычно теснятся в голове школьников. Обнаженная женщина – часть его самого. Он думает, что я так же молода, как он сам. Манон прижимается головой к его плечу. Они ровнее идут по жизни рука об руку, но только одну минутку. Завтра он ее обгонит. Я вещица. Взял и положил обратно. Подружка из бара. Она встретила брата, не различив родового сходства. Он закрыл глаза. Его лицо – сжатый кулачок. Воля читается в складках губ. На щеках тень. Неведомый мужчина еще дремлет. Милый мой мальчик, ты пока еще полый. Только розово-золотистая оболочка. В моих объятиях сегодня вечером ты почувствовал себя победителем. Вот лицо у тебя и отвердело. Будто кулачок. В тебе зарождается мужчина. Манон, отдыхай. Будь умницей. У тебя вся жизнь впереди. Манон на балконе, парит над городом, поднимается. Приближается ночь. И в сумерках, без давящей перины дневных хлопот, так отчетлив и так ясвенен каждый звук. Просвистел, отбывая скорой. Как отчаянно он пожаловался. Фасады домов опираются на неверный свет витрин. Да, у меня вот такая жизнь. В вышине зажигается окно за окном, словно звезды. Старичок учил ее, застегивая пиджак. Ты выбрала грязное ремесло. Ты заслуживаешь лучшего. Машинистки зарабатывают по 600 франков в месяц, выходят замуж, живут счастливо. Хорошо бы и тебе применить образ жизни. Манон смотрит ему в глаза. Вы сейчас это поняли? Да? А ведь я согласна. Возьмите меня замуж. Такому Сюзанна хочется дать по морде. Пожалуйста, не мучайте меня. А кто ее мучает, дурочку? Бородач с Лорнетом смеется. Юнец, похожий на девочку, крепко зажал ее локтем и заставляет пить. Край бокала уперся в стиснутые зубы. Может и разбиться. Третий, пьяный в конец, говорит с медлительной важностью. Она не понимает. Брось с ней возиться. Ему кажется, что девицу пытаются чему-то научить. Нет, она выпьет или получит пощечину. Бородач хохочет. Метр Дотель он только обслуживает. Он человек-невидимка. Руки, которые подают ликеры, никого не тревожа. Но она увидела метр Дотеля. Они меня мучают. Но метр Дотеля это не касается. Он вежливо затворяет за ними дверь. Какая красная у меня щека. Она смотрится в зеркальце. У нее текут слезы. Потом она пудрит красную щеку. Три посетителя за другим столиком смотрят на нее с сочувствием. Он поправляет манжет. Рука белая-белая. Точь-в-точь молочный поросенок. Приходит ей в голову. Что же, идти с ним? Да ни за что. Я сейчас вернусь. Сбежала. Ох, какое облегчение. Улица, ночной холод. Люблю холод. Ну как, хорошо поужинали? Да, Сюзанна, но я сбежала. Да, это на тебя похоже. Но ты не права. Ночь только началась. А Манон оставила мужество. Ночь. Тяжелая ночь. Я так к тебе привыкла, Сюзанна. Но я тебя не люблю. Тебя ничем не проймешь. Ты толстокожая. Говоришь мужчинам, что твое ремесло тебе опротивило, потому что им нравится спать с чувствительной лапочкой. Но от души расхохочешься, если тебя пощекотать. И поддержка тебе не нужна. Тебя ничто не колышет. Тебе повезло. А вот я все думаю, думаю. О чем же? Обо всем, Сюзанна. И знаешь, я тебя все-таки очень люблю. Манон поглаживает чемоданы. Они кожаные, с металлическими уголками. Надежность уголков укрепляет ее веру в жизнь. Манон восхищают и туго свернутые пледы. Пушистые, мягкие, шерстяные. Сколько в них тепла. Да, похоже, можно прочно укорениться в жизни. Держи билеты, Манон. Как все стало легко. Портье, грумы, слуги расчищают перед вами день. Расчистили и приподняли в фуражке. В светлом купе стоят чемоданы. На перроне полно народу. Но ты-то знаешь, что живешь уже в другом измерении. Поезд сейчас тронется, мягко, без толчка. И уплывет от толпы и фонарей, от прошлого. И все станет чистым-чистым. Ты замечтался, Крепыш. О чем? Он задумался о багаже. О чем еще и думать, как не о чемоданах. Сначала их приходится считать, потом за ними присматривать. Скорый скользит в ночной тьме, будто рельсы смазаны маслом. Хочешь, погашу свет. Да чего же луна сегодня яркая? Подплывает поляна. Поворачивается. Уплывает. Еще поляна. Еще. Нанизываются одна за другой деревни. Холм. Будто облачко. Закрыл одну из них. Покачиваются башни, колокольни. И вот крушение. Утонули за крутой спиной холма. Он смотрит на нее. За что ты меня любишь, Манон? Не знаю. Лунный луч осветил его лицо. Побежали тени. Он больше не из плоти и крови. Он из мыслей. Моя маленькая прилежная девочка. Манон улыбается. За что я его люблю? Вот я говорила. Мужчины. Она размышляет о мужчинах. Но он. Он совсем другой. С ним это не ремесло. И к тому же он богатый. Но на богатство мне наплевать. Манон не права. Когда боязливо оглядываешься на цены, следишь за выражением лица, за рукой, за кошельком. Некогда быть женщиной. Невозможно быть женщиной, когда мужчину грызет забота о завтрашнем дне. Зато я люблю его всем своим существом. Само собой разумеется. Манон спокойно засыпает. У него немало расторопных друзей, которые охотно помогут ему избежать ошибок. Неужели он в самом деле увез эту шлюшку? Бар кажется прибежищем призраков. Четыре часа утра. Желание спать дурманит голову, как новая порция алкоголя после уже выпитого. Глаза едва смотрят. Но затронутая тема всех воскрешает. И вот они уже слегка покачиваются, как водоросли, отдавая дань животворящей дружбе. Их движения так осторожны, словно они плывут против течения. Один из них медленно поворачивается на табурете. Он обернулся, чтобы заказать кюмель. И все остальные поворачиваются вслед за ним к бармену, словно рыбы к червяку. Он подцепил ее, неизвестно где и неизвестно что вообразил о ней, дурачок. Манон! Да цена ей десять луи! Надо ему открыть глаза. Три сотни километров, когда ты под парами? Прогулка. Фары пронзают ночь, проявляют фотографию за фотографией. Смутные очертания, более отчетливые. И опять тьма. Фразы подхлестывают, тарят дорогу, заставляют торопиться дальше. Тополя взмывают в небо, обрушиваются навзничь, будто дернули за веревку. Метут небо. Подъемы, спуски ошеломляют, отпускают и без всяких усилий. Дорога податлива при бешеной скорости. Неожиданно стихает шелковистый шорох листвы. Они растеклись по пространной равнине. А равнина, несмотря на рев мотора, хочет течь мирно и неспешно. На равнине светит луна. И высокие тополя вдали утверждают, что в ином измерении бег их бессмыслен и медлителен. Заяц выскочил перед ними на дорогу. Они медленно его нагоняют. Он медленно затягивается под колеса. На недвижимой равнине только поперечные дороги, белые в лунном свете. Хлещут вспышками по глазам. Встало солнце и высветило подробности. Деревья, дома затемнели сумрачными обломками. А свет занялся другим. Создал зеленые холмы, голубые озера. Люди с недоумением оглядели друг друга. Оказывается, они обросли щетиной. Но хмель меховым воротником отгородил их от всего. Они не думают. Они камни. С утра во фраках? Уже пьяны? Манон узнала их и в тоске приникла к нему. Привет, Манон. Дела идут? А как пигаль? Меня-то вспомнила старая знакомица. А ты такая же симпампуля, Манон. Не хватит ли пощечин? С чего вы здесь, пьяные идиоты? Он поворачивается к ним. Господи, да объясните же. Теперь он повернулся к Манон. И она закрывает глаза. Голоса становятся далеким-далеким шумом. Слов она больше не разбирает. Она открывает глаза. Видит перед собой светлую гостиную. В ней она с душой разложила все мелочи, как положено достойной супруге. Мирный покой ее корзинки с рукоделием на столике под угрозой. Зачем он их слушает? Я же его люблю. Недосып сделал их лица задумчивыми и грустными. Крахмальные рубашки, стоящие колом, наделили фальшивым достоинством. С неимоверным усилием она улыбается. А глаза с отчаянием еще цепляются за кресло. За корзинку с вышивкой и золотое солнечное пятно на паркете. Потом маленькая утопающая собачка перестала шевелить лапками. Тяжелая усталость навалилась на нее, и она отделилась от солнечного спокойного мира, погрузившись на дно, где теснились дома, фонари, мужчины. Манон, это правда? Она уцепилась руками за отвороты его пиджака, спрятала лицо на груди. Такой широкой. Ах, Крепыш, Крепыш, разве ты поймешь? Манон, это правда? Я люблю тебя, так люблю. Манон, это правда? Да. Ты меня обманула, ты мне солгала, ты, ты поступила бесчестно. Да, но тебе никогда не понять. Забудь меня. Никогда. Забудь. Дребезжит последний звонок. Крошечный чемодан весит тонну. Рельсы блестят, как бритва. Он ее любил. Теперь брезгует. Он знает обо мне все постыдное, всю грязь. Умоляю вас. Приходите. Мне так нужно с вами поговорить. Они встречаются. Вместо прежней и скромной. Шляпка на ней теперь побольше и понаряднее. Она пополнела, а не похудела. Спрятала сердце поглубже. Она из тех женщин, которые от горя полнеют, которые рано или поздно перестают страдать. Она протягивает ему маленькую пухлую ручку, круглую, словно яблочко. Подурнела, да? Она поняла, что он хотел сказать. Смотрит прямо перед собой и, кажется, забытой вещью на банкетке в кафе. Губы дрожат, но сморщится. Неужели она на что-то надеялась? Она берет его за руку. Иллюзии женщины раздражают мужчину. Она покушается на его свободу. Он готов сказать что-то очень жестокое, и все будет кончено. Он готов сказать, но она заговорила первое. У нее все тот же нежный, приятный голос. Его лучше слушать, прикрыв глаза. С несказанной нежностью она произносит. Старинный друг. Она не борется. Она жертвует прошлым. Жертвует счастьем, надеясь сохранить дружбу. Надеясь, что он не отнимет руку. Хотя чувствует, что ему уже не по себе. Надеясь, говорит старинный друг. И все-таки плачет. Прощай, Манон. Я еще хотела тебе сказать. Хотела сказать? Она идет за ним следом. Она хочет понять, осталось ли хоть малой частичкой ее в сердце того, кого она боготворит. Почему ты так жесток? Почему? Они идут быстро. Идут через чрево Парижа. С грузовиков снимают тяжелые ящики с овощами. Щекастая капуста при электрическом свете кажется отлитой из свинца. Похоже, что вокруг в страшной спешке воздвигают триумфальные арки. Готовят жертвенники. Грузчики вытирают пот. Они не хотят, чтобы рассвет застал их насквозь мокрыми, слабыми, постаревшими на сто лет. Будто после ночи любви она думает, разгрузят еще вот этот грузовик и покажется солнце. Но как долго приуготовляется торжество встречи, как непросто дождаться солнечных лучей. Скажи, скажи, это потому что я солгала? Потому что у меня такое ремесло? Если бы ты знал, как я его стыдилась, когда была с тобой. Он стиснул зубы. Ничего не хочет знать. Он богат, она нищая. Она хочет его обокрасть. Ему и в голову не приходит, что деньги дают ему возможность любить. Он понятия не имеет, какая невиданная роскошь, любовь для жалких девчонок вроде Манон. Не надо относиться с таким презрением. Она уцепилась за его руку, но он твердо и жестко отстранил ее. И лицо у него стало таким неприятным. Ты, кажется, считаешь меня идиотом, милая? Глаза у Манон раскрылись широко-широко. Колокольчики молочников оповещают о туманном молоке рассвета. Едкая зябкость пронизывает улицы. Прохожие, что попадаются навстречу, грубые здоровяки. Первыми отхлебнули свежесть нового дня. Но она вместе с грузчиками начинает утро с непосильной тяжести. «Манон, куда ты, Манон?» Виск тормозов она вскрикнула. Она заметила только темную массу, что надвинулась на нее. А теперь ей так холодно. Голоса звучат глухо. Долетают только отдельные слова, будто задремала в поезде. «Отойдите! Поймайте такси!» Он мне сказал, сказал. Он такой же, как все. Больница. С носилок видна только арка входа и нескончаемый коридор. Он покачивается, покачивается. «Не мешайте мне умирать. Не трогайте меня. Постель, как морская пучина. Нет, я не хочу его видеть. Нет, пусть уходит. Сюзанна. Он мне сказал? Да, Сюзанна, я угождала мужчинам. Но не сердцем. Не сердцем. Для мужчин, а не кусок мяса. Она знала об этом. И для него, а плота добродетели, тоже. Как это жестоко. Температура все выше, выше. У постели сидит священник. Священник. Священник говорит. Пора покаяться. Вы вели дурную жизнь. Мне еще и кается? Лицо у нее блестит от пота. Горячка отнимает силы, как нескончаемая борьба. Покаяться. Дурная жизнь. Метр Дотель Пегаль всегда смотрел на меня так грозно. Оно и понятно. А почему? Потому что я всегда хотела убежать. На площадь Клеши. Там ярмарка. Карусель с деревянными лошадками. Сядешь, и кажется, что летишь, летишь. Больно-то как. Добрый вечер, мадам. Пришла сиделка. Она так терпелива. Ее можно попросить. Зажгите лампу. Дайте попить. У нее хватает времени выполнить все просьбы. Сиделка смотрит сосредоточенно. Будто видит далекую цель. И уверена, что непременно ее достигнет. Интересно, какую? Наверное, старость? Сиделка подготавливает приход ночи. Наводит порядок на тумбочке. Задергивает шторы. Зажигает лампу под абажуром. Ходит по палате туда и сюда. Возникает из тени белоснежным пятном. С ней становится светлее. Как мягко она двигается. Исполняя свою таинственную работу. Наполняет палату покоем. Прикасается к вещам, будто желает им спокойной ночи. Расправляет простыню. Пусть над болью царит умиротворяющая белизна. Она ненавидит смятая, скомканная. Любое прибежище теней. И вокруг все успокаивается. Свет погасить не надо. Потом сиделка сядет в кресло и будет тихонько вышивать. Она бесшумно вытягивает иголку. Проявляет на полотне невидимые цветы. Да чего же умной стала Манон? Она все, наконец, поняла. Поняла, в чем разница между ней и вот этой женщиной в белом. Что ходит туда и сюда, твердо ступая по земле. Она живет на другом берегу. Город в ее окне с трубами, колокольнями и облаками. Готов принять ее. И она спокойно живет в этом городе. Манон прибила к противоположному берегу. Там все нереально. Город всего лишь декорация. И жалкая жизнь маленькой Манон не в силах его оживить. Он так и остается муляжом. Картоном. Прошлые радости, прошлое горе тоже ничего не говорят больше сердцу. Тени и призраки не причиняют боль. Она кукла в кукольном фарсе. Манон догадалась, что умирает. Мадам! Мадам! Поспите, милая. У вас жар. Руки-сиделки такие прохладные. Не убирайте, пожалуйста, руку. Прохладные, как родник, что трепещет в ней. Насыщает ее. Преображается в мысли. Медленно бьют часы. Один удар. Два. Три. И жизнь всякий раз замирает. Десять. Одиннадцать. Последний еще звучит. Все еще звучит. И рождается необъятная тишина. Ночь. Ночь. Колокольный звон пробуждает эхо. «Будет прихрамывать», — сказал хирург. «А ведь я танцовщица». Съежившись у окна, за которым сереет день, она снова склоняется над вышиванием. В нем вкус вечности. Оно делает возможным невозможное бегство. С ним остаются наедине, когда жизнь безысходна. Нельзя же плакать и плакать. Смиряешься и тратишь силы на труд без мечты, на белое полотно, белое-белое, как стена.